Мне выдали очень нарядный розовый шлем Наверное, специально, чтобы, если мне унесло, было легче найти Ну что, давай накачаем кайфу Передох — это когда очень много ветра И необходимо сбрасывать тягу, иначе себя утащат куда-нибудь Открываем клапан Закручиваем надувной клапан И откручиваем надувной Лучше качать где-то метод 7-8, ну, слегка заходя на 8, да Ты проверяешь, как тут обстоят дела, потому что, видишь, тут просто закинулась на кайф Его надо обязательно вытащить Цветная сторона, как ее называют кайфер, да, цветная часть планки должна быть с правой стороны Страховочная страховка, если вдруг какая-то неожиданность, да, там, тебе резко много, ты падаешь, то надо Отстегнуть страховку Это делается очень легко Хватаешься за красную часть У всех страховка разная, но перед тем, как стартовать, обязательно нужно проверить, как она работает Это твоя безопасность Если честно, я думал, что это гораздо проще Что мы приедем, поставим парус и начнем кататься А здесь все, как будто ты готовишься к старту в космос Все надо проверить, все ли на месте Реально чувствуешь себя космонавтом А если без шуток, то кайтинг, спорт явно не для ленивых Только на одну подготовку снаряжения у тебя может уйти минимум полчаса кропотливого осмотра и отладки всех составляющих И что самое обидное, это совершенно не гарантирует того, что потом ты воспаришь, как птица Но если цепануло, то точно когда-нибудь полетишь Цепануло меня с детства, у меня дедушка летчик Он мне рассказывал, как круто летать Поэтому я искала какую-то альтернативу, чтобы смочь летать в кайте, это возможно Три года назад я с трудом нашла инструктора Потому что у нас как-то это не афишируется, рекламы нету И вот как-то между собой, чтобы попасть в эту тусовку, было достаточно тяжело Нашла инструктора и пошла обучаться Было сложно, я очень много падала Но упорства мне не занимать Я очень хотела катать, потому что это какие-то нереальные эмоции Когда ты наедине с природой, наедине с ветром И он тебя поддерживает, ты едешь Это просто непередаваемая эйфория, которую ты получаешь во время каталки По воде, по снегу Это какие-то неземные ощущения Да, они в прямом смысле неземные Ведь парус-то в воздухе И удержать его там совсем непросто Начинаешь понимать синоптиков Потому что ветер реально штука непредсказуемая И если хочешь его обуздать, то нужно очень сильно верить в себя Мои первые саревы были три года назад Я в себя очень сильно верила Видимо, не зря Узнаю место, мне говорят, четвертое Я думаю, ну неплохо, не зря я так в соревнованиях поучаствовала Участников было много 211 человек, если мне память не изменяет Среди них прийти четвертый С учетом, что они тоже новички Это было круто Всего Один час Всего лишь час Занятий И я просто выжат, как лимон Это самый тяжелый вид спорта Господи, я себе не представлял такого Но и удовольствие неимоверное Фух Открыли кайт-секту Это наша школа по обучению Летом это кемпинги в Крыму Зимой катаем в основном в Самаре Но хотим еще, когда границы, естественно, откроют Ездить во Вьетнам катать на летний вариант кайтинга Так что, если вдруг вы не умеете Но у вас есть нереальное желание научиться Предупрежу заранее Да, это сложно Но с инструктором идет намного легче То есть он вам подскажет Он вам поможет Вы подтянете свою физическую подготовку в этот момент А люди с пузиком тоже у нас занимаются И вполне катают неплохо Вот, поэтому Если есть желание научиться катать Подружиться с природой Ну и заиметь себе крылья То вам в нашу кайт-секту Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok